Мы не раз упоминали о том, что энграммы бывают уникальными и обобщающими. Чтобы лучше понять, в чем различие, представим, что у нас имеется опыт взаимодействия с несколькими реальными L. Представим, что из отпечатков этого опыта сформировалась энграмма L вообще. Условимся, что каждый L обладает уникальной плотностью, но ее значение в любом случае меньше единицы. Итак, когда мы встречаем L1, его нейронное отражение соединяется только с его собственными архивными отпечатками, то есть с уникальной энграммой L1, а потому мы знаем, что при попадании в воду он погрузится в нее ровно наполовину. Если же нам встретится неизвестный L, его отражение соединится со всеми отпечатками всех L. В результате мы поймем, что это объект одного с ними рода, а значит, помимо прочего, он должен обладать свойством плавучести. Но, поскольку в воде L мы еще не видели, выраженность плавучести у него может быть любой, в диапазоне от минимальной до максимальной. Таким образом, свойства и качества уникальных энграмм константны, обобщающих интервальны. Понятно, что поведение, сформированное при восприятии объекта через уникальную энграмму, будет гораздо более эффективным. Например, по дороге идут два человека. Оба спешат на автобусную остановку. Вдруг на их пути возникает собака. Первый узнает безобидного соседского пса, а потому идет прямо. Второй, предполагая, что неизвестная ему собака вполне может оказаться агрессивной, предпочитает обойти ее стороной. Первый воспринял собаку через уникальную энграмму, второй через обобщающую. Первый успел на автобус, второй нет.